Можно сказать, что это не единоличная собственность Гарри, это уже акционерное общество, это крупная фирма с очень приличным оборотом, которая в премиальном сегменте, в американском премиальном сегменте, она находится на первых ролях. У нее, вот если говорить о прямых конкурентах, то в Америке, наверное, только Санкрой. Давайте музыку. Песни для любителей и охоты, и рыбалки. ГОЗМИЧ! А где-то там, доска с очами роща, которая начальниц мне. ГОЗМИЧ! Ну вот, мы едем в Жару. Субтитры делал DimaTorzok 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 для того, чтобы он не вибрировал, ну и, соответственно, резьба диаметром. Внутрь там болт шестёрка вкручивается, то есть если выламывается, то выламывается только вместе с корпусом. Ясно, ясно, ясно. Ну, мне очень нравится, что тут я мечтал. Конечно, мониторчик маловат. Я там вижу большие, сейчас к большим попозже подойдём. Мне просто уже как бы даже для себя интересно. С чем можно его сравнить с другими конкурентами, к примеру? Ну, в конкурентах, наверное, здесь ближайший будет сейчас, это Garmin, будет серия Striker, наверное, CV. Она дороже? И плюсы-минусы? Нет, они будут приблизительно в одной и той же цене. Плюсы будут какие? Там в зависимости от типа датчика, который поставляется. Если там датчик, допустим, идёт какой-нибудь GT20, который даёт нижнее сканирование и классический сонар, то... Как и здесь, да? Да, как и здесь. То, значит, по... не знаю, по технической характеристике производителя датчика, они указывают, что технология Chirp, которая там реализована, она работает только в режиме Sonar. В режиме классического колокол нет, допустим. Здесь в двух каналах он в режиме Chirp работает. Так, а вот я и слышал ещё Лоренс, по-моему, да? Лоренс вообще в Chirp не работает. В Chirp не работает? Chirp ещё раз, будем объяснять. Что такое Chirp? Ну, для обывателя это больше детализация картинки, меньше энергопотребление и больше глубина. А за каких глубин он работает? 273 метра. Ё-моё, да, нам такое даже не надо. Ну, это ещё берётся учёт морской воды. То есть они именно по показателям по морской воде не попрестят. Так, а я вот смотрю, в метрах он, да? Он в метрах показывает? Метрах. И так же в фото, да? Да, всё на русском. Вот часы бы ещё сюда добавили куда-нибудь, ну, вообще отлично. В какое время рынок приют? Ну, это на самом деле надо конечным пользователям просить производителя, у них они достаточно быстро откликаются. Вот, на сайте Raymarine, там можно писать пожелания, да? Либо, если кто-то там в соцсетях зарегистрирован, пожалуйста, там тоже эти можно писать. А как он вообще, допустим, вот, если солнечно, уже по Астраханской области? У меня, допустим, вот мой старенький пиранья, да, он подглючивает порой, когда нагревает сильно, ну, от Астраханского солнца. Ну, температурный режим, это от минус 10 до плюс 65 градусов. Ну, как понимаем, на солнце, в любом случае, корпус, допустим, чёрный, он будет прогреваться достаточно серьёзно, вот, тем более, прямое солнце. Да, бывает, подглючивает, но всё равно. Астыл нормально, да? Да, и поехали дальше. Процесс автоматический. Прорисовка картинки довольно-таки чёткая, да? Вот реально, в демоверсии, ну, она жизнь? Нет, она близка, конечно, к жизни. Нет, она, конечно, жизненная, то есть взята закольцованная какая-то картина. В реале она точно так же бывает даже красивее работает, в зависимости от мест. То есть, если сильно рельефные места какие-то красивые, да, рисуется здорово, видишь, там завалки, горят. Рыбу лучше смотреть, поэтому необходимость деваться не подойдёт. Фотография. Вы покупатель, да? Я пользователь. Пользователь, да? Случайный пользователь, не подстава. Реальная фотография SwyFisher. А он так же, в принципе, показывает? Точно так же, только он выкидывает картинку на мобильный устройство. Офигеть вообще. Красота. Слушай, ты, короче, сейчас можно приобрести, да, вот это? Пошли. Свою антенну, Лоренск, красота вообще. Доволен вообще, да? Доволен вообще, да? Доволен очень, да? Доволен очень, причём я синхронизировал его ещё с Navionics Batting, и он у меня, плюс ко всему, ещё и прописывает карту с глубиной. В режиме онлайн рисуют картинку. Но это более дорогое, да, уже? Нет, нет, нет. Это всё то же самое. И модуль тут тоже всевозможен? Нет, это может только приборы, которые... У кого есть модуль Wi-Fi? Да. Где есть модуль Wi-Fi? Я аппаратом очень доволен, то, что, во-первых, я его не стал никуда крепить, он у меня лежит в боксе, он мне не мешает. Всё, вообще просто убрано. Да, у меня вообще убрано. У меня ни провода, нигде ничего мне не мешает, а пользуюсь я вот на планшете. Среди 10 каналов у меня независимо. Он может смотреть, я могу смотреть. А сколько такое стоит? Ну, это порядка, где-то тысяч, по-моему, 12-13 сейчас. То есть он дешевле, чем даже этот стоит? Когда я брал, конечно, он был гораздо дороже, но технологии двигаются. А чем тогда вот этот лучший получается? У него просто свой монитор. У него свой экран. А, здесь нету. Я думал, это чехол. Нет. Здесь нет экрана. Он чисто для работы по Wi-Fi с мобильным устройством. Телефон, заново. Система построения. Вот это реальные фотографии. И так же, в принципе, вот насколько монитор большой, так и будет показывать. Да, да, да. То есть вот она, это реальная картинка. Картинку он выкидывает в 1024 на 768. Да. Коряги прям чётко хватает, да? Вот она. Вот она. Они уже чётко. А рыбу как вообще в таком режиме? Нормально? Вот эта рыбка. Жалка здесь. У меня, допустим, они заявляют, что это всё рыба. Но вот это тоже рыба получается? Да, то есть, ну, такая. А это стая была или большая? Ну да, небольшая стайка. Вот у коряга прослеживается вот. Это тоже рыба? Мелочёвка стоит, прижалась. Ну, мелкая какая-то. Жалко, здесь у меня не сохранилась фотография, где прям конкретно стая веща, причём хорошего веща. И там точки более жирные, да? Да там фактически вот рыбу видишь. То есть реально видно, что это реально именно вещь, с чем не перепутаешь. Ясно, ясно. Жалко, вот просто не сохранилась. Спасибо большое за информацию. Спасибо большое. Главный ловров карбон, я вам сейчас скажу, что меня целиком упал. Так, что-то я хотел ещё у вас спросить. И забыл. Полезную информацию пришла со стороны. Так. Аккумулятор длиннёвка насколько мощный? Обыкновенный для всех остальных. Потребление у неё 0,45 ампера. У четвёртой серии, у всей. У пятой серии где-то 0,5 ампера. Смерка потребляет, от самого большого, 0,8 ампера в час. Ну и соответственно рассчитать, какое количество приборов, в включённом состоянии на воде проводят, приём с аккумулятором. Приборы, мало того, что они ещё и добавок очень... От воды защищён, короче, да? IP67 на кубе метр полчаса. Тогда пыль и водозащита. Даже можно воду просто окунуть и... На глубине метр полчаса вода держит соответственно. Кабель здесь один заходит. Фирменный разъёмчик такой. И он потом раздваивается на два, да? Да, здесь на два. Один на датчик, один на питание. У каждого прибора есть слот для прошивок. То есть это можно зайти на сайт производителя, скачать программное обеспечение. Карточку ставили и он обновляет. Да, и мозги обновляет. То есть, в принципе, вот это нужно, по сути, для обновления? Для обновления скриншоты какие-то делаешь для себя. А, он их фотографирует, да? Да, он их фотографирует и все. Ну, карты, короче, этот не пишет, да? Этот нет. То есть любой доступ, у которого Wi-Fi есть. То есть, уже 22 тысячи, уже карты пишут, да? Да. И можешь создавать сам. То есть ходишь, ходишь, ходишь? Можно сам. Есть приложение на Вионикс. А сколько оно стоит? Там, смотрите, значит, разница такая. Либо скачивается платно. Программное обеспечение. Стоит оно около 3 тысяч рублей на планшеты. На мобильные платные. Оно имеется в виду на телефоны обычные. Оно дешевле. Где-то в районе 3 тысяч. Но все карты, которые там есть, они все бесплатные. То есть, вообще, любая часть там Европы. Второй вариант. Это скачивается бесплатно приложение. Но карта, которая вам нужна, она платная. Там ценник около 1000 рублей. То есть, вот это вот за 1000 рублей уже программа позволяет вам вот рисовать карту в режиме онлайн. Здорово. Ладно, давайте я, в принципе, приобретую этот аппаратик, наверное. А вы еще мне расскажете, наверное, про более дорогие модели просто для моих подписчиков. Мне этот аппаратик тогда сейчас заверните. Ну что, друзья мои, можете меня поздравить. Я стал счастливым обладателем Dragonfly. 4DW-S Sonar. Будем пробовать тестировать. Цена данного гаджета 17 тысяч рублей. Можно было, конечно, и подороже взять за 22, там, за 30 тысяч рублей. Ну, последние парки практически снял. Все, пошли дальше гулять. Так, а вот эта модель у нас уже стоит 42 тысяч рублей. Это Dragonfly 7, да? 7 Pro. 7 Pro, да? И чем он отличается, допустим, от того, что сейчас я приобрел? Ну, здесь размер дисплея больше. Он здесь 7 дюймов. Разрешение другое. Здесь разрешение 800 на 600. Другая матрица стоит. То есть здесь уже намного чище все видно? Ну, как сказать, здесь экран больше и разрешение больше. Там экран меньше и разрешение меньше. Приблизительно одинаково все. Все сопоставимое экраном должно быть. А остальное все то же самое? Все остальное то же самое. Не, ну, здесь еще есть навигатор, соответственно. И Wi-Fi. Ну, каким удобнее будет навигатор? На ладонном или уже встроенном? Ну, встроен, он уже интегрирован для работы с эхолотом. Поэтому, допустим, если вы плывете, у вас там в режиме любого из эхолотов какая-то интересная вам аномалия, или там рыба понравилась, вы можете, не переходя в режим навигатора, просто-напросто там навести на нее джойстиком и отметить точку на эхолотом. Так, понятненько. Это уже, наверное, более профессиональный, да? Чем они? Чем они отличаются? Вообще, конечно, даже страшно подходить, такая цена. Ну, это полуфункциональный дисплей. Тоже профессиональный, да? Ну, в основном, да. То есть это для рыбаков важно здесь наличие большого количества эхолотов. Как эхолотов нижнего сканирования, эхолотов для морской глубоководной рыбалки. Здесь 2-х киловаттные датчики подключаются, он там до 3-х километров рассчитан глубины. Охренеть! Соответственно... Про сокровища можно сказать? Да, по большому счету можно. Эхолоты бокового сканирования, объемные эхолоты. Плюс здесь в датчиках находится гироскоп, который компенсирует углы крена и тангажа. То есть независимо от качки лодки, картинка у вас будет всегда абсолютно ровная. А сигнализация на нем стоит? Какая угодно. И по рыбе, и по двигателям, если подключаете, и по опасным зонам. Нет, я вижу, если такой агрегат утынет, я желтоплюсь. Это уже самостоятельные настройки. А есть вообще что-нибудь такое, что вообще делать? Такие датчики движения, наверное, сложить надо? Как вообще такое? Его уже не снимешь и с собой не заберешь. Не, ну почему? Если они стоят на поставках, конечно, все это уносится. Бывает, в лодках, конечно, все это дело вмонтировано. Просто в панели врезано и все. Но там с обратной стороны это уже установщики делают. В принципе, забирают, уносят. То есть надо забирать после рыбалки? На больших лодках никто не забирает обычно, если они врезаны. Если они врезаны, его крайне сложно снять. Потому что это геморройно подлезть вниз и с обратной стороны все закрутить. Либо ломать его уже. Ну что абсурд. Ну ладненько, спасибо вам большое за информацию. Не за что. До свидания. Вот этот край, который вы вставили. И вы видите там, какие глубины. А есть карта водоема, когда он снимая и холодами глубину, он сам начинает строить картографию глубин. Каждая ямка будет здесь адресована. Вот так и не забыли. Да, да. А экран рекора, но вы это все видите, все воспринимаете. У меня были самые лучшие. У вас еще лучше. У меня было больше рублей. Скидывайте, сохраняйте. Либо... У него все сохраняйте. Привет. Дурбые. Привет. С праздником. Мне бы шашку до коня, да на линию огня, да? С 23 февраля. Ну все, давайте, удачи вам. Вам тоже спасибо. С праздником. Так, вот подписчики. Привет. Встретимся на воде. Кто в нижнем Трюрхречке. Приезжайте, будем рады видеть. Ах, кто бы ждет нас. Привет. Всех с праздником. Мы находимся на стенде питерского дистрибьютора, который представляет вот эту продукцию у России. Мы здесь представляем продукцию Эдж. Мы представляем бланкино фор композит. И плюс к этому, помимо того, что мы занимаемся торговлей продвижением этого товара, мы являемся сами производителями. На этих бланках мы собираем удилища. И вот на эту деятельность, на производство удилищ, мы имеем сертификат одобрения от Гарри Лумеса. В принципе, мы являемся в России единственной мастерской, которая имеет вот подобный сертификат. Производство Гарри Лумеса – это в первую очередь производитель бланков. На одном и том же бланке может быть собрано несколько разных удилищ. Например, вот в таком варианте с максимально дорогой рукояткой, которая изготавливается из графита, запекается в печке практически по той же самой технологии, как и сам бланк. Ну и, соответственно, такая рукоятка получается достаточно дорогой. В нашей российской рознице такие удилища стоят примерно от 35 до 45 тысяч рублей. И в то же самое время на том же бланке может быть собрано более бюджетное удилище, например, вот с такой рукоятью. Эта рукоять – это карбоновый чулок, пропитанный смолой и тоже запеченный в печке. Упрощение рукояти позволяет сразу же заметно снизить цену. Такие удилища стоят меньше 25 тысяч рублей в рознице на сегодняшний день. И плюс к этому, поскольку мы работаем с заводом и имеем доступ к этим бланкам, мы сами в том числе тоже собираем удилища. Наша мастерская имеет сертификат одобрения от Гарри Лумису. И когда мы берем какой-нибудь вот такой же бланк, мы его превращаем во что-то такое. Это совсем не бюджетные вещи. Здесь очень много ручной работы. Здесь много работы выполнено на станке с ЧПУ. Здесь нестандартная катушка держателя. Вот если мы посмотрим, например, на это удилище. Здесь стандартная деталь. Это вот эта фуджевская гаечка и обрезок фуджевской резьбы. Все остальное – это ручной труд, либо детали, выточенные на станке с ЧПУ по нашим чертежам, по нашей задонке. И если вот это более-менее привычный пробковый вариант, то есть и варианты. Я смотрю, у вас вот что-то интересное. С стабилизированным деревом. Это уже ближе совсем к эксклюзиву. Достаточно редкое дерево, прочное, хорошо держащее воду. Обычно на таких удилищах используется несколько элементов одного типа. Вот здесь вот три деревянных элемента. И стандартных деталей, опять-таки, только передняя гайка от Фуджи. Задняя гайка выточена на станке с ЧПУ. И вот эта вот ложа тоже выточена на станке с ЧПУ. И плюс удилища держится вот таким вот подгапом. И такой вариант, можно сказать, что это для любителей дизайнов стилей хай-тек. Здесь используется графитовая трубка. Может быть использована пробка. И еще бывают и какие-то более стандартные варианты. Допустим, удилища средних тестов, которые наиболее часто используются в нашем джиге. Мы выполняем с рукоятями вот такого типа. Это разнесенка, это американский катушка-держатель Экербис и Гайд. Если вещь идет, допустим, о весах средних либо выше средних, мы сейчас ставим катушкодержатель с контргайкой. Для того, чтобы гарантированно не откручивалась катушка в лососе ловлю. Ну и плюс к этому, если совсем уже уходить в эксклюзив, у нас есть еще и наклусловая программа. Это для тех, кто ездит на Северной реке, для тех, кто ловит лососи, для тех, кто ездит на Камчатку. Это тоже очень интересное направление, когда, к сожалению, совсем не бюджетно. Там уже удилища могут стоить 60-80 тысяч рублей. История выглядит так. Гарри Лумис в свое время создал бренд под названием «Джил Лумис». В какой-то момент у него случились проблемы со здоровьем, и он этот свой бренд, который к тому времени стал уже легендарным, продал фирме «Шамана». И работал там, но работал там некоторое время скорее просто узнаваемым лицом. Вот так получилось, что своей болезнью он победил. Но оказалось, что принимать активное участие в жизни фирмы он не может его туда не пускать. Поэтому из «Шамана» он ушел, из старого бренда он ушел – «Джил Лумис». И основал два нового бренда. Один бренд – это торт, который производят сами бланки. Это фирма «Норфорд Композит». «Норфорд Композит», да? Да. Она находится под Сиэтом, кстати, в Вашингтоне, в Америке. И второй бренд – это «Эдж». Под этим брендом выпускаются уже готовые удилища. То есть фирма «Норфорд» производит бланк, а фирма «Эдж» из этого бланка делает готовые удилища. На данный момент вот эти два бренда – это, можно сказать, что это не единоличная собственность «Гарри», это уже акционерное общество, это крупная фирма с очень приличным оборотом, которая в премиальном сегменте, в американском премиальном сегменте, она находится на первых ролях. У нее, вот если говорить о прямых конкурентах, то в Америке, наверное, только «Санкрой». У меня есть это.